Вовка 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 Итак, всем привет! Сегодня записываем видео про машину Deu Nexia, так сказать, тест-драйв, как их сейчас называют, но еще включим в него некоторые доработки. Почему включим? Потому что я владелец данного автомобиля и уже на протяжении 6 лет я маюсь с данным автомобилем. Но я не сказал бы, что он, конечно, сильно доставляет неудобства, но все же есть некоторые недостатки, недочеты. Ну, то есть вся машина это один небольшой недочет, который, знаете, такие машины в то время, когда они продавались по 380 тысяч, надо было просто продавать их как конструктор. То есть вы заказываете из Узбекистана автомобиль, вам его присылают разобранный и вы уже собираете его так, как вы сами хотите. То есть не нравятся вам амортизаторы, которые здесь самые такие хорошие, которые машина неустойчива, вы их меняете на уже более качественные Каябо японские, на газомасляные, на которых машина себя ведет намного лучше. На данной подвеске машина ведет себя отвратительно, просто отвратительно. Ну, давайте, ладно, начнем с двигателя. Я считаю, двигатель здесь, как сказать, нельзя даже сказать, что это самое хорошее, что в этой машине. Да нету ничего в этой хорошей машине. Я не буду про нее снимать. Ладно, давайте, начнем с двигателя. Итак, еще извиняюсь, забыл про историю данного автомобиля. Перешел непосредственно к двигателю. Кстати, немаловажная вещь, это изолента, проволочки, скотч и так далее, хомутики для этого автомобиля. Итак, история у этого автомобиля очень красочная, я бы сказал. Просто издевались над этим автомобилем прям аж с 80-х годов. Начала историю этот автомобиль Сопель Кадета. В 90-х, даже не в 90-х, а чуть раньше, он еще поставлялся на американский рынок, как понтиак. Еще побывала эта машина на корейском рынке, как Дэу Рейсер. Начал он свою историю с Опеля, то есть это база Опеля Кадета. Далее он, это было Дэу Цилу или Кио, Цилу, наверное, но я прикреплю здесь название, не знаю, как правильно читается. Все-таки в 94-м году появилась Дэу Нексия, по-моему, если я не ошибаюсь, первого кузова с маркировкой Н100. Ну, то есть это тот же самый автомобиль. Да, вообще все то же самое, короче, было на нем. Видоизменили его немножко по сравнению там с Рейсером. И уже в 2008-м году они решили сделать небольшой рестайлинг этой Нексии и придали ей немного в другую форму спереди и сзади. То есть они просто изменили оптику, пластик, ну и все, в принципе. Больше ничего, ну, салон еще поменяли, сделали немножко его получше, наверное, я скажу. Но больше в этой машине ничего не поменялось, к сожалению, к сожалению. Самое главное, что надо было поменять, я скажу чуть позже. Итак, ну давайте перейдем к двигателям. В основном на них ставились 1.5-8 клапаны, потом ставили ставить 1.5-16 клапаны. Это, по-моему, уже с Узбекистана пошло. И сейчас уже эра эволюции. Поставили сюда двигатель 1.6-16 клапаны, 109 лошадей, не знаю. Живые, неживые эти лошади, ну, немножко едет, ну ладно. Там с заработками она поедет и с 10 секунд будет выезжать без проблем. Ну, двигатель у нас 16-клапанный, как видите, уже одеяльца, дубак на улице. Двигатель 16-клапанный. Тут имеется у нас заглушечка, ну, в смысле, крышка, которая на болтах под шестигранник, так что не особо удобно, когда нужно, например, открыть где-нибудь в пути и поменять свечи, или открутить свечи, или еще что-то сделать. Или хотя бы даже высоковольтные провода поправить, это неудобно просто. Вы не будете же возить с собой шестигранник. Вообще некоторые с собой вообще ничего не возят. Так что я считаю, могли сделать на защелках, это вообще беспроблемно было бы. Далее, тут у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, евро 4. Тоже не самый лучший вариант, так как данные двигатели, вообще все двигатели на Deo Nexis жрут бензин, не знаю, литрами просто, просто литрами. Я не знаю, как они это сделали. Даже если, наверное, сделать его однолитровым, он и то будет жрать топливо этими литрами. Ну ладно, не будем, оставим это. По заявке у производителя смешанный цикл, это 9 литров. Кстати, насчет этого они не врут. Например, если едешь по трассе, ты тратишь 7 литров на сотку без проблем. 7 литров 100 километров это трасса, это как бы, ну ладно, нормально. Но как ты заезжаешь в город, это просто от 10 до 12 литров. Что еще хотелось бы сказать по двигателю? Так, самое главное, что они сделали с двигателем, это его задушили, как только могли. Чтобы получить им евро 4, им пришлось установить катализатор либо под капотом, либо уже посередине автомобиля выхлопа. Двух видов катализатор устанавливался. Также они поставили рециркуляцию выхлопных газов, что тоже не особо хорошо, так как все, что у вас выгорело, вылетает в трубу, в выхлопную трубу, у вас все возвращается обратно в двигатель. Так что советую заглушить вот этот датчик ЕГГ, ЕГ, ЕГ, по-моему. Далее, убрать катализатор, выбивать не имеет смысла, так как вы выбьете, у вас появится звон и разница в диаметре выхлопа. Так что советую поставить что-нибудь вроде пламя-гасителя от Лачетти или от Шевроле Круза, так как на них стоит точно такой же движок 1.6, 109 лошадей. Так, что еще могу сказать по двигателю? По двигателю. Да, вроде все. Ну, еще хочу отметить клапанную крышку пластиковую, с не очень хорошей прокладкой и прокладку блока, которые постоянно могут, ну, в большинстве автомобилей Deo Nexia текут, создают массу проблем. То есть, ну, я решил эту проблему, поставил новую прокладку и залил все герметиком, все прям по контуру, не стал выделять там где-то. Залил по кругу, не знаю, хорошо, неплохо, но уже где-то 2000 проехал, все нормально, полет хороший. Ну, давайте перейдем к тормозной системе, пока открыт капот. Сразу могу сказать, что нужно доработать по тормозной системе. Так, на новой Deo Nexia 2008 года уже стали ставить передние 14 тормоза, что эту машину хоть как-то спасает для торможения. А вот задними тормозами они не стали ничего придумывать, оставили их старыми, еще с 94-го года барабанные тормоза. Но они еще до кучи добавили регулятор тормозного усилия, что, не знаю, как объяснить, что просто не тормозит. Задние тормоза здесь не работают с завода. Нужно разобрать данные регуляторы, либо рассверлить, либо убрать эти клапаны, там, пластиковые клапаны. Если найду фото, прикреплю. Просто их можно убрать, и вы сразу заметите разницу. Во-первых, педаль тормоза станет намного мягче, а во-вторых, машина станет тормозить, ну, как минимум, процентов на 30 лучше. Еще хочу отметить, что при разборке на 25 тысячах задних тормозов колодки были просто даже, не знаю, без выработки. Это печально. Это недочет завода. Могли бы и дисковые поставить. Также, кстати, на этот автомобиль ставят дисковые тормоза прямо с балкой от Opel Vectra, и, в принципе, все встает. Единственное, что это очень затратно будет, и если вы найдете уже балку в сборе, вам повезло. А если собирать все из новых запчастей, не особо все дешево будет. Так, ну что еще сказать? Ну, надо бы еще сказать сразу про печку. То есть, печка в ней по прошествии нескольких годов уже начинает вообще плохо греть. Даже может вообще не греть. Есть такие случаи. На старом кузове встречал таксиста, с которым ехал. У него просто был дубак. Еще бы хотел бы отметить по двигателю. Это безумный шум просто его работает. Просто не знаю. Вот сейчас послушал предыдущий отрезок видео. У меня просто, не знаю, плохо стало от того, как работает двигатель. Ну, на его он, конечно, не так работает, как на аудио. Но звук у него, конечно, неприятный. Если вы ездите, ну, сильно не давя газ, там, тысячи до трех, думаю, спокойная езда, это для вас машина. Если вы нажимаете педаль акселератора в пол всегда практически, то вы будете такой рев в салоне слушать. Шумоизоляция у данного автомобиля полностью отсутствует. Ну, то есть, она не отсутствует, она как бы из завода есть. Но она выглядит таким образом, как взяли кусок картона, такой небольшой, и его приклеили к полу. Якобы это шумоизоляция. Ну, и да, есть еще под водительским, пассажирским сиденьем передними именно. Есть поролончик немножко, который, когда у вас начнут крышки, ну, в дне есть крышки, короче, для слива, как понимаю, краски. Когда машину окунают, поднимают, и чтоб краска стекала. Если ее так, конечно, красят. Сейчас еще к краске перейдем. И эти пробки уже от старости начинают вылетать, и туда бахает просто вода. И у вас весь пол сырой, и если у вас есть запах затвости, знайте, что у вас вся эта губка пропитана. Просто, не знаю, хоть ее выжимай. На данной машине это все было удалено, выкинуто. Днище было прошумлено четверкой. Четверка, кстати, степешная, очень сложно клеится. Не знаю, ее просто надо нагревать. Просто целый день надо, чтобы уложить пол на этом автомобиле четверкой. Я считаю, это не особо хорошо, короче. Итак, по печке. По печке главная доработка – это замена радиатора, отопителя. Потому что по прошествии времени он тупо забивается. На данной модели сэкономили на радиаторе. Поставили сюда более меньший радиатор. Хотя на старой Nexia N100 стоит более большой радиатор, и он медный. На этой же он уже алюминиевый и намного меньше. Где-то примерно в два раза. Не знаю, это, скорее всего, из-за сборки салона произошло, когда они уже изменили видо, изменили консоль. Может, у них не влезал, не знаю. Но хотя оставят кулибины, медный уже этот, медный радиатор. Если вы не хотите менять радиатор, как я, но я буду его летом менять, то можете поставить в разрыв цепи отопителя, можете поставить помпу генератора, ой, помпу генератора, помпу от Газели, бошевскую, либо родную, российскую. Российская, сразу скажу, бывает течет. Но на данное не повезло, не течет. Так, что еще-то? А, и термостат поменять на 94 градуса. Это 100% поможет. Так, что еще-то? Про тормоза сказал. Ну, в принципе, по движку все. Буду сказать про... Так, перейду машину, потому что вообще дубак нереальный. Итак, забыл сказать еще про любимый ваш ремень ГРМ. Что на 16, что на 8 клапаны, это обычный ремень, это не цепь. И он обрывается, и, как вы любите, загибает клапана. И вы попадаете там рублей, не знаю, на 20, на 25 ремонта. Ну, бывает что. Так что советую там тысячах на 50 родной менять. И уже около 30 тысяч менять уже неродной. У меня уже почти 70 тысяч, я еще не менял. Ну, да, ссыкотно. Ну, я смотрел его, в принципе, он нормальный, заломов нету. Думаю, дотяну до лета. Если бабки будут, может поменяю. Может, он вообще до сотки дотянет. Никто не знает. Ладно, еще, кстати. Так, перейдем к подвеске. Подвеска у нас душманская. Передняя Макферсон, задняя балка. Но у нас задний амортизатор вынесен отдельно от пружины. И пружина бочкообразная. Бочкообразная. Соответственно, это они хотели добиться мягкости хода подвески. Типа, не знаю, ну, что-то. Ну, короче, они добились мягкости хода подвески до такой степени, что теперь, когда ты едешь по трассе и чуть выше 100 километров, у тебя просто жопу начинают кидать. Ну, если у вас штатная Дейл-Нексия и не нагружена ничем, то начинают заднюю ось так кидать, что вы думаете, все-таки улетите куда-нибудь. Особенно, если имеется колея. А колея у нас на любой трассе имеется, без проблем. Потому что 20, 30, 40 тонники гоняют по дорожке. Так, что еще? По подвеске больше не вижу смысла что-то рассказывать. Предлагаю поставить перед и зад Каябу газомасляные, такие в красных коробочках, шикарные амортизаторы. Далее посоветовал бы все резиночки поменять на полиуретановые. Ну, у меня все это не сделано, у меня только зад поменят, потому что реально зад кидало, и я поставил масло все-таки. Но все-таки перейду на газомасло. Буду ее немного поднимать. Сейчас еще, кстати, по клиренсу расскажу. Буду ее немного поднимать, потому что буду ставить большие диски с вылетом. Соответственно, ну, короче, вообще, это тачка проект. Так что ждите. И как вам еще объяснить? Да не знаю, как объяснить. Короче, надо все дорабатывать, все переворачивать, все перекручивать. Но полиуретановые более стойкие резинки. Ну, как это не резина, считается полиуретан. Такой материал. Так, также растяжки имеются на стаканы, на низ, на багажник. Тоже бы советовал растяжки поставить для более жесткости кузова. Единственный плюс, который здесь вот Nexi, в отличие, например, сравнивая с приорой, вот в приоре седане задней полки нету металлической. А здесь она имеется. То есть у нас более жесткая, ну, задняя часть у нас более жесткая, нежели у приоры, например. Но, если вы хотите поставить две пятнашки, придется выпилить эту полку полностью. Но я пока этого делать не буду, наверное, не знаю. Посмотрим. Ну, кто понял, он понимает, что такое две пятнашки. Две пятнашки это два пятнадцатых сабвуфера. Так, что еще сказать по подвеске? Так, по клиренсу и вообще по кузову. Кузов, покраска просто, не знаю, такая отвратительная покраска кузова. Рыжики уже, вы просто приходите в салон, покупаете Deo Nexi, вы покупаете ее уже с рыжиками. То есть уже идет коррозия металла, уже в автосалоне. Эти машины стояли, я не знаю, сколько времени, особенно, когда появилась уже Джентра. Ну, это, как сказать, копия. Копия, не копия, Лачетти. Когда Джентра появилась, эти Nexi вообще встали. А когда поднялся курс доллара, и Nexi стала в люксе, стоит шестьсот тысяч, все. У нас Deo Nexi закрылась. Короче, у нас больше данного автомобиля даже не продают. А хотя, вру, продают новую машину пятнадцатого года. Абсолютно новую машину стоит в салоне пятнадцатого года. Триста восемьдесят тысяч. Наверное, люксовая, не знаю, не смотрел, неинтересно даже. Второй раз бы я вот по прошествии времени, вот сейчас, я второй раз бы такую машину уже не купил бы. Взял бы, ну, пусть чуть постарше. Изначально я ее брал из-за того, что новая машина, она и есть новая. В принципе, за семьдесят тысяч пробега эта машина вообще никаких проблем не доставила. Я поменял только задние амортизаторы, ступичные подшипники, замена масла. Да и, в принципе, все. Все остальное, что я делал, я делал не надо для себя, наверное, только. Так, по клиренсу. Как вы видите, ну, вы не видите, вы знаете. Короче, у данного автомобиля имеется передняя здоровая арка. Я не знаю, для чего такую арку они сделали. И задняя арка обрезанная. То есть, по типу восьмидесятых годов. Вот как начали Opel Kadett штамповать, вот так они его и штампуют. Даже вот сложно им сделать заднюю круглую арку. Это большой минус, не знаю, внешне вообще. Далее. Вот эта передняя арка. Вот сейчас у меня задница загружена около 100 кг. У меня передок поднялся. У меня клиренса там от защиты практически нет. Ну, вот, не знаю, сантиметров менее 15 сантиметров, сантиметров 12, наверное. У меня клиренс от защиты. Ну, то есть, от поддона там еще плюс 3-4 сантиметра. И это... Причем, что у меня загружена задница и у меня перед поднят. Это тоже большой минус. С весы тоже низкие. И, как ни посмотришь, ездят Nexi с убитыми передними бамперами. Это тоже минус. Все минус, короче. Так, по салону. Салон у нас велюровый во всех комплектациях. Просто на люксовых более такая плотная, приятная ткань. Кожи здесь не было и не бывает. Торпеда пластик. Обшивки пластик. Тонкий пластик. Ну, кстати, хочу заметить, что вообще, ну, внешний вид обшивок, нет, это не самый плохой. И выполнен вот этот отлив пластика такой, ну, типа, как со своим рисунком. Ну, короче, нормально. Потянет за 380 тысяч. Нормально. Так, по кузову еще не доработки. Резиночек, если вот видно, да, у меня такая черная полоса. Это уплотнитель, по-моему, от классики от какой-то. Если у вас нет этого уплотнителя, у вас вот эти все порожки будут вообще грязные. В данном случае они абсолютно чистые. Вот до этого уровня. Вот как, где идет резинка, они абсолютно чистые. Далее, проблема данной автомобиля, это замерзание замков в мороз. Причина этого, то, что замок протекает, вот здесь вода, с краю стекла постоянно протекает вода, попадает на замок и замерзает. И постоянно замки передние замерзают. И некоторые делают, как сказать, типа этого, как объяснить-то, ну, типа зонтика, накрывают чем-нибудь пластиковым, каким-нибудь козырьком. Это помогает, но на 50% у меня было так сделано. Потом, когда я уже выпиливал, там, переделал внутренности под установку музыки, пришлось от него избавиться случайно. Так получилось. А, еще стеклоподъемник я ставил, поэтому такая проблема возникла. Здесь стоят стеклоподъемники форвард, легко устанавливаются, даже видео можете посмотреть, там, девочка собирает, там, буквально за 20 минуток ставит. Так все есть, кстати, ставится очень быстро. И хочу посоветовать, ВД-40, в сырую погоду проливайте вот те края, вот здесь, с той стороны проливайте. Ну, старайтесь так, чтобы сверху по кузову не текло, потому что, если будут подтеки, то у вас потом будут такие грязные пятна. Ну, это, в принципе, с мойкой все вылечится. Это по поводу замков. Так, по поводу подвески рассказал. У данной машины багажник 530 литров. Не знаю, откуда они взяли такую цифру. Я не знаю, как туда-то... Ну, я не знаю, как наговырять в этом багажнике 200 литров мне по две пятнашки. Но у них почему-то 530, типа ля-ля. Ну, они этим, в принципе, и купили. Но этим же мы и потеряли заднее сидение. То есть, вот сейчас я сижу здесь вот, ну, как обычно езжу, уже за мной не сестье, просто не сестье. Даже, ну, короче, очень мало места в данном автомобиле, что не радует. Что меня лично не радует. Так, безопасности в этой машине ноль. Багажник, ну, все-таки, да, кажется большим, но его нету. Двигатель барахло. Тормозов нету. Ну, приборку, я думаю, все видели. Все, в принципе, все, что хотел рассказать по данному автомобилю. Если какие-то есть вопросы, пишите, я не знаю. Так, еще хотелось бы отметить салон Деунекси. А именно, самый большой косяк это автомобиль. Это руль, который у нас, получается, вынесен неправильно. Вся панель, вот, передняя часть панели, она идет вот с таким наклоном, вот в эту сторону. И, соответственно, у них руль получился точно так же. Если вы едете куда-то далеко, у вас, получается, эта рука висит, а эта рука постоянно в натяг. Я не знаю, как они это сделали. Это просто, я не знаю, инженерская, инженерная мысль. Отличная инженерная мысль. Далее, у нас по музыке, я хотел бы отметить, то, что... У нас имеется штатная аудиоподготовка, а именно, передние десятые динамички, задние шестнадцатые динамики. Передние динамики невозможно достать без снятия торпеды. Так что, если вы хотите снять, придется чуть-чуть порыться в интернете и посмотреть, что там надо отрезать, чтобы можно было вытащить динамики передние и поменять их. У меня тут стоят Sony Exploit какой-то, там, за тысячу рублей я покупал десяточки. Ну, они как бы не подключены, просто стоят. Далее, у нас головное устройство здесь штатное, стоит Claryon. Со старых моделей где-то до двенадцатого года шел Claryon без USB, но было укс. Потом они что-то прочухали, решили сделать USB, но там уже стоит не Claryon, а и DAS какой-то, или DAL, или кого-то там кто-то что-то в рот. Так, такая вот приборочка у нас имеется практически семьдесят тысяч. Двигатель не греется. Что еще там? Бензин жрет. Вот, обороты у нас, вот смотрите, звук двигателя. Три тысячи и дальше просто уже невозможно. Начинается такой звон, грохот, как будто, я не знаю, особенно, когда, если вы на какой-нибудь ямке загнете глушитель у вас, когда он прижмется у вас к защите, либо к кузову, то у вас получится с таким движком такая вибрация, как будто у вас, не знаю, V8. Так, что еще охота отметить? Охота отметить у них плюшечку такую, как подогрев заднего стекла. Этот подогрев заднего стекла имеет временное реле, то есть мы его нажимаем, кнопка нефиксируемая, у нас включается реле, и реле по истечению, по-моему, 15 минут отключается. Если у вас люкс, то нажимая на эту же кнопочку, у вас есть зеркало под этот, скажите, я скажу, подогреваются. Так, тут у нас в штатном месте стоят обычные часы, сейчас здесь стоит вольтметр, так, это один вольтметр, это второй, здесь установлено два генератора, столько специально с идеей музыки, исключительно, вернее, для музыки, так как покупать более мощные очень дорого, я решил временно поставить сейчас два генератора. Один генератор у нас родной, на 85 А, на старых Nexia, по-моему, даже он еще меньше, и второй генератор на 135, и у нас идет отдельной цепью до багажника, и питает наш чисто усилитель на сабовое звено. Далее уже стоит другая магнитола у нас, бортовой компьютер, отличная вещь. Далее, я как любитель выкидных ключей, у меня стоит ключик Bentley, но мы будем от этого всего уходить, нам уже это все неинтересно. Стоит сигнализация с автозапуском. Так, по электрике еще хотел бы отметить, по свету, по свету, это постоянное перегорание ламп ближнего света, а именно, перегорают лампы ближнего света, потому что, во-первых, неправильно распределена контактная группа, там есть косяк, потом скачки напряжения, и вообще проводка какая-то тонкая, больно для этих, скажите, я скажу, для питания, например, ламп. Еще что хотел бы отметить, хотел бы отметить обороты. Обороты на данной модели, например, поднимаются до двух, отпускаешь газ, и он несколько секунд держит, потом падает. Это тоже, как владельца любого, я думаю, не устроит. Скорее всего, может, из-за этого и есть у нас расход большой бензина. Так, по оптике фары не особо супер за сколько? За 30 тысяч примерно выгорает отражатель, фары плохо светят, но в стоге, в принципе, нормально, в стоге катит, в стоге катит. Да все, наверное. Кому понравился обзор, ставим лайки, кому не понравился, не ставим лайки. Если хотите, чтобы я сжег эту машину, ставьте лайки. Сколько лайков мне? Не буду сжигать. Я лучше ее продам. Ладно, всем спасибо, всем пока, всем удачи. Музыка будет, наверное, в следующем, когда-нибудь выпустим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok